Один из самых неудачных культурных брендов Могучая кучка Не зная как у вас, а у нас в классе все хихикали Понятно, дети – первая ассоциация с каталогического характера Но дело не только в этом Посыл крайне размыт из-за встроенного в словесную конструкцию оксимарона Только факт остается фактом Без Нижнего Новгорода никакой бы могучей кучки не было Вообще авторство принадлежит критику Владимиру Стасову Как бы мы сейчас сказали одному из лидеров мнений второй половины XIX века в России 13 мая 1867 года в Санкт-Петербургских ведомостях Вышла его статья, посвященная важному событию, случившемуся в здании Городской думы Сегодняшний славянский концерт господина Балакирева Был, можно сказать, продолжением вчерашнего славянского обеда И далее, сколько поэзии, чувства, таланты и умения Есть у маленькой, но уже могучей кучки русских музыкантов Отсюда и повелось Изначально группу, состоявшую из мусоргского, римского Корсакова Кьюи, Бородина и Балакирева Называли по имени последнего Балакиревским кружком Потому что именно он объединил их вокруг себя В этом была его сила И в этом же крылась его слабость Он был гениальным вдохновителем, организатором Но очень негибким стратегом И проигрывал своим коллегам на почве композиторства Набор мемориальных досок На фасаде бывшего Александровского дворянского института впечатляет Тут вам и отец Ленина, который преподавал не только здесь Тут и Герман Лопатин, революционер-эстет Отсидевший 18 лет в каторжной тюрьме Кстати, в Шлиссельбургской крепости Его соседкой была народоволка Вера Фигнер Чем именем в советское время была названа Варварская улица Петр Нилович Черкасов Морской офицер, погибший в неравном бою в Рижском заливе в 1915 году Командуя канонерской лодкой «Сивуч» Ее потом назвали «Балтийским варягом» Но мы сфокусируем внимание на доске в память об учившемся здесь Балакиреве Милий Алексеевич Балакирев родился в Нижнем Здесь сохранился дом, в котором он провел свои детские годы Игре на фортепиано его научила мать Потом был мастер-класс у известного московского пианиста Он рос очень религиозным, собирал иконки, за что был прозван маленьким архиереем Но мать он потерял еще будучи ребенком, а вместе с ней он потерял веру в Бога Окончив, вышеописанный Александровский институт поступил на математический факультет в Казанский университет Вообще, надо сказать, что все члены могучей кучки с профессиональной точки зрения не были музыкантами Мусорский – лейб-гвардеец, Бородин – химик, Римский-корсаков – морской офицер, Кьюи – инженер-фортификатор, Балакирев – несостоявшийся математик В Петербург его увез нижегородский энтузиаст и музыкальный критик Александр Улыбышев, где познакомил с Глинкой Сначала Михаил Иванович увидел перед собою неотесанного юношу Но стоило тому сесть за рояль, как впечатление сменилось на деметрально противоположное Уезжая из страны, композитор просил сестру доверить музыкальное воспитание любимой племянницы Оленьки только Балакиреву Столица кипучая деятельность нашего героя привела к множеству полезных контактов Главным из которых явилось, конечно же, знакомство с Владимиром Стасовым Они сошлись настолько близко, что Милли писал в одном из писем «Мне хочется вас видеть так, как беременным женщинам хочется незрелых яблок» Балакирев стал одной из центральных фигур музыкального Петербурга 1860-1870-х годов Он кружил головы представительницам слабого пола При этом настолько отдавался музыке, что Надежда Пургольд называла его жена-ненавистником В дальнейшем она стала женой римского Корсакова, а ведь мечтала выйти замуж за милого Миллия Балакирев основал бесплатную музыкальную школу Два года руководил концертами РМО, Русского музыкального общества Но в какой-то момент диктаторские полномочия, которыми он сам себя наградил, сыграли с ним злую шутку И когда его сторонили от руководства симфоническими собраниями РМО Он совершил то, что сейчас принято называть английским словом «дауншифтинг» Стал продавцом магазинной конторы в Варшавской железной дороге Зьярова атеиста сделался глубоко верующим человеком Свел знакомство с оберпрокурором Святейшего Синода Победоносцевым И готовился уйти в монастырь Да еще, предваряя порыв Толстого, перестал есть мясо В этот период Балакирова случайно встретил Стасов и описал его как какой-то гроб Позже Милий Алексеевич вернулся на музыкальное поприще И был назначен директором придворной певческой капеллы Именно при нем здание было перестроено по проекту Леонтия Бенуа И приняло тот французский неоренессансный вид, который имеет и поныне Однако по из ту шоу в моде были уже другие музыкальные веяния А Балакиров застрял в своих музыкальных воззрениях на уровне 1860-х годов Он уже не пользовался авторитетом, особенно среди молодых композиторов В марте 1909 года отменили концерт, во время которого должны были исполнять его произведения Не было продано ни одного билета Балакиров вел почти затворнический образ жизни Отказался ехать в Париж на столетие любимого Берлиозы С которым когда-то дирижировал на концертах Он боялся, что в столице Франции не получит еды, к которой привык Самое главное – рыбы, не битой в голову, другой он не ел Мили Балакиров умер в 1908 году Из членов могучей кучки в живых оставался только Цезарь Кьюи Который на тот момент уже полностью отдалился от взглядов своего наставника Но музыка, рожденная композиторами, выпистыванными Балакировым Была жива и будет жить вечно В чем вы можете убедиться сами, например, приехав сюда, в Нижний Новгород Редактор субтитров А.Семкин